так ну что давай начнем привет еще раз да давай тогда обсудим наверное сразу же как что мы хотим сделать то есть ты предложил писать интервью скажи пожалуйста ну как бы что ты хотел какая твоя идея какая цель после прохождения не посмотрел может быть какие-то выводы да и чем я могу тебе там быть полезен как ты видишь свое развитие ну в целом относительно того предыстории как я к тебе попал да 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 давай наверное в течение года я где-то при плюс-минус был на одних и тех же финансовых показателях своем бизнесе бизнес у меня вообще в майами я живу в майами с 2018 года мира лжить на две страны но так получилось что в итоге живу только тут а сам откуда вообще вообще я из москвы этом родился вырос и собственно планировал там и жить почему переехал у меня были ну у меня были взаимоотношения с одной девушкой и мы в тринадцатом году есть для рожать в майами когда это очень модно в москве и интерес и тогда я почувствовал что мне очень нравится здесь прикольный остался на ну остался я через пять лет уже приехал до чисто уже стал занимаешься там здесь я занимаюсь строительными работами мы устанавливаем интерьерные двери кабинеты кухни ну и вообще как бы моя основная цель и задача это строить дома больше всего интересно это собственно как бы был выявил ты тоже и сказал что стоит как бы наверное идти к своим мечтам они делать то что делается да потому что получается я как как бы ослик такой повесил при своей морковку типа вот сейчас вот это все простое как бы сделаю хотя это на самом деле не просто это все то же самое что и строить и потом только я себе разрешу начать делать то что мне действительно хочется но как бы в процессе мышление меняется рамки расширяются и приходят разные идеи как это можно осуществить сейчас они через десять лет через пять собственно это касаемо того предыстории значит касаемо курса как я не попал попал я на него с твоего разбора который происходил у нас в сообществе я буду я меня заинтересовало больше даже не то что там как бы стать коучем и кого-то мне понравилось как ты продаешь то есть это не продаешь ты как бы доносишь смыслы эти смыслы такие сильные что ну невозможно как бы это не воспользоваться шансом эти смыслы понять и реализовать собственно этому я пришел учиться у тебя на курсе научился ли я этого но скорее нет чем да но по крайней мере я понял принцип ну то есть нельзя научиться в теории на практике и в целом как бы основная глобальная мысль по твоему курсу которая как бы засела у меня в голове с третьего дня если ты что-то очень хочешь то тебе необходимо это дать другим и я задумался я как бы понял что это не первый раз я уже слышу и как бы мне стало стало более понятно почему некоторые люди вроде там ну там серьезные бизнесмены зачем-то они ведут блоги зачем-то они помогают людям какая-то странная штука и где выгода и выгода почему они раскрывают свои секреты почему они теряют деньги то что у меня было отношение типа расскажешь вы все типа тянуто конкуренция растет зачем но это не так даже ну как бы я задал вопрос этот тебе тоже хорошо объяснение дал сказал что если ты и становишься публичным ты становишься локомотив то есть в любом случае тебя воспринимают как главного эксперта тебе платить больше тебе на тебя больше спроса то есть ты этим двух зайцев убиваешь и плюс пока ты помогаешь другим ты можешь сам себе в чем ну что-то объяснить ну и в целом как бы на самом деле всегда виднее чужая проблема чем своя иногда помогая другим ты находишь себе то же самое и воспользовавшись своими же рекомендациями ты можешь помочь самому себе это то что касается курса зачем я тебе предложил вообще записать этот подкаст и так далее ну во первых дополнительная мотивация для меня то есть я нашел видео с самим собой же тоже на каком-то разборе да кстати посмотрел там немножко интересно до 2017 года и когда я смотрел этот разбор я прям вспомнил эти ощущения я вспомнил того себя полностью как будто я вернусь понимание там до такой когда тогда и если я понял насколько там вот за пять лет буквально я изменился как много я сделал и я переоценил вообще в принципе как бы свою жизнь то что как бы я всегда ощущал что я вроде не реализовал свои планы и желания а по факту я все но когда ты реализуешь что что у тебя то что ты давно хотел ты к этому относишься как данность даже не замечаешь что на самом деле ты там купил все что ты хотел живешь как ты хотел там где хотел зарабатываешь столько сколько хотел даже больше ну как бы я как бы свои там московские как бы планы давно перевыпал но так как я сместился в другую территорию и планы у меня выросли потому что здесь другой контингент людей и я начинаю опять соревноваться там со всеми подряд и самим собой поэтому но я хочу как бы вот это поставить такой вот для меня это рубеж то есть мне сейчас там 34 и я там пошел опять снова что-то изучать новое какие-то методики все работал себя психологически раньше мне вообще было сложно вообще-то мне для меня неестественно было буквально два месяца назад сейчас я уже чувствую себя комфортно это все как бы благодаря опыту и работе самому с собой в группе ну это очень ценно я понял что как бы лучше всегда находиться среди людей и они тебе помогут и ты им поможешь заметил такую пропорцию что чем лучше открытие ты помогаешь сам людям тем больше у тебя энергии у самого становится раньше я так не ощущал того сейчас я прямо отчеты устал это забытье вот и ответ когда ты помогаешь у тебя не должно быть такое корыстное я сейчас ему помогу а мне там тоже просто отдаешь и что еще интересно ты можешь получить ответ или там отдачу вообще не от этого человека вот что что прикольно да это факт но это только вот 34 года я это почувствовал понял до этого я именно как бы с точки зрения кармы относился как бизнес положил сюда забрал два раза больше это никогда не работал я все делаю как надо почему не срабатывать я делаю по схеме я дал почему мне не пришло то есть четкий такой бизнес с кармой но так видимо не работает прикольно а сейчас сейчас в первую очередь снизилась значимость личная ну в плане где я себя принял я собой доволен но это благодаря больше на работу с психологом и так далее чем психологом который все это сделал за 2-3 недели нежели чем там психолог который делает это за два-три года я подружился сам с собой класс да это это круто нет сильно воодушевляет и помогает вообще в принципе классно то что сейчас время такое информация открыты и все стереотипы меняются то что раньше там люди считали что невозможность боятся оказывается можно там в твоей методике например там избавляешься от страхов вообще просто это твой выбор боишься типа ну бойся это твой выбор нормально это все равно как бы можешь дальше действовать ничего страшного типа можно позволить себе сразу два вряд ли не обязан ограничиваться такую я только боюсь поэтому делал ты можешь только бояться и чуть-чуть да и делай ничего страшного раздели себя просто тут я боюсь и тут делаю все равно боюсь и делаю ничего страшного идем и все и страху да как бы новая вообще концепция потому что в принципе люди обычно к чему привыкли что типа ну я боюсь значит все так все боятся сегодня у нас разбор тоже был такой интересный утром что вот там девушка говорит я вот боюсь да поэтому не делаю вернее даже не так она не думаю что она делает я боюсь поэтому я пойду еще переслушаю изучу нет это страх твой тебя отправляет еще учить как будто недостаточно это он тебя туда отправляет типа не делай бойся бойся а ты можешь победить как поняв что это страх тебя отправляет учиться и второе понять что у тебя уже все есть потому что у тебя реально все есть ну я тебе говорю у тебя все есть тебе нужно просто взять и сделать и этим ты уберешь страх а он тебя отправляет назад и вот эти вот вещи очень сложно вообще понять потому что естественное желание изнутри пойти еще научиться еще какой-то курс пройти еще переслушать еще законспектировать все это дело, но это не поможет. Потому что это опять та деятельность, к которой ты привык, она безопасная для тебя. Так типа комфортно учиться до бесконечности, вроде я же процессом каким-то занимаюсь, я молодец. А на самом деле это саботаж такой конкретный. И это круто выявляется только в группе. То есть в твоей методике становится понятно, для чего нужен... Я не могу назвать это наставником. Наставник в моей ассоциации это какой-то философ, к которому я подхожу, и там а-ля Будда мне там говорит какую-то аксиому, и я начинаю задумываться о своей жизни и что-то переосмысать. Нет, это скорее как навигатор. То есть ты хочешь... Ты находишься в пункте А, ты забиваешь пункт Б, и человек со своим опытом, не завязан эмоционально в ситуацию, он тебе может реально помочь в плане выбора оптимальной какой-то стратегии. Он не знает о твоих страхах, он не знает о твоих травмах, и поэтому он выбирает прямой маршрут. А ты, когда сам пытаешься решить эту проблему, пока ты все эти страхи обойдешь, это затягивается в десятки лет. Поэтому это круто, когда у тебя есть именно тот человек, который тебе может помочь. Главное определиться, что, ну, прочувствуй, что это твой человек. Довериться, так сказать. Да, еще один момент можно здесь же, что смотри, первое, это когда он уже знает, он уже прошел, ты ему доверяешь и идешь. Это вот когда ты прям идешь с наставником. Еще есть просто, вот на что мы делаем на разборах. Это не обязательно даже твой человек может быть в итоге, с кем ты пойдешь. Но человек, видя в твоих рассуждениях, действительно, как ты говоришь, без эмоционального окраса, он просто видит со стороны, что ты говоришь одно, а делаешь другое. И просто он тебе это подсветит, такой, о, и вот как это так? Ничего себе. И вот тут главное не уйти в то, что придумывать историю, оправдываться, а ты просто начинаешь сам задумываться. То есть это и есть самое ценное, что ты увидел то, что ты не видел. И ты думаешь, о, ничего себе, для чего это мне? Как это действительно так получается, что я говорю одно дело другое? Ого! И вот здесь вот, может, ты как раз придешь к сознанию, каждый человек может прийти к тому, что что-то не то. И вот это действие уже может следующим этапом мотивировать идти как раз искать наставника, а где же то? Вот это тоже важная вещь. Убрать эго и увидеть, как мне это мешает развиваться. Да, согласен. И даже я вообще на твою сторону сейчас перейду в этой, не споря, как бы, в двух взглядах на ситуацию. В принципе, нас раздражают, ну, там, люди, которых мы принимаем быстро, это, скорее всего, очень близкие нам люди, по нашим психотравмам, по нашим каким-то мыслям. То есть мы, ну, мы пытаемся найти самого себя. Нам нравится отражение самого себя в этом человеке. Поэтому если будем опять подбирать того, кто нам нравится, то он нас может водить теми же кругами. Поэтому иногда даже, вот когда тебе человек, что-то не так, ну, ты задумайся, а почему не так? Потому что возможно, это как раз именно то, что тебе нужно. И ты можешь спокойно как бы двигаться, и человек может тебе помогать. Ну, и плюс в твоей методике, большой плюс в чем? В том, что там не нужно от себя ничего придумывать. То есть у тебя есть алгоритм, по алгоритму ты идешь, и он действительно очень простой. А все простое мы знаем, что это как раз сродни гениальному. То есть поэтому там действительно... Все простое когда-то было сложным, но оно стало простым не просто так. Оно стало простым, потому что оно прошло большое количество итераций, и все лишнее оттуда убралось. И именно поэтому простое гениально, потому что уже проверено опытом. Да, я согласен. Ну, то есть твоя система мне очень нравится. Я уже начал ее использовать. Ну, каких-то клиентов я не набираю на данный момент, но готов помогать людям, которые там в моем окружении, которые занимаются тоже бизнесом, у которых возникают какие-то моменты, которым нужно немножко помочь с этим маршрутом, указать на их страхи, показать, что на самом деле ты не делаешь, не потому что тебе там что-то с утра настроение не задалось, а потому что это как бы сложно тебе. На данный момент сложно, но ты можешь выбрать другой путь и делать так, как ты хочешь. Все. Как бы мы круто, мы даем людям свободу. Это твоя методика о свободе. Потому что страхи, на самом деле, это такая как бы тюрьма, в которую мы сами себя посадили. Ошибочно. Да. Сделав такой же выбор. То есть, по идее, ну, что-то, какой-то случай произошел, и наш мозг решил такой, опа, не, это, короче, нельзя. И он сделал в этот момент, мы сделали выбор. Да, мы так вот теперь будем делать. Это же просто произошло. С тобой не было психотерапевта, который тебе сказал, типа, вот, ты видишь, что произошло, давай, вот, теперь будет твоя психотравма. Нет, мы просто сами решили, что теперь я буду так реагировать. Ну, так если ты в моменте решил, ты точно так же можешь передумать. Просто передумать. Достаточно увидеть и понять, что это автоматическая реакция, и принять решение действовать не автоматически, а как хочешь. Как ты себя выбираешь. Надо действительно просто отслеживать. И вообще, как бы, наделить себя большими правами по отношению к самому себе. Что это за ситуация там? Мама, папа виноваты, а я вот такая жертва. Ну, это все здорово, конечно. Опять же, твой выбор. Как ни крути, как бы. Ну, ты не свалишься, но это ответственность. Ну, она... Это даже не ответственность. Ну, ответственность это что-то такое суровое. А это просто выбор. Можешь так идти, можешь так идти. Просто твой выбор. И прикольно стало это осознавать. И это именно благодаря твоей методике. Потому что раньше я как раз считал, что... Ну, и не считал. У меня там бывшая жена. Она... Кстати, я развелся по итогу. Хотя мы здесь и родились, и пожили. Но это другая история. Она была как раз с этим психологом, нейропсихологом. И вот у нее такой закорузлый такой процесс. Вот она там клиентов годами от чего-то лечит. И вот я смотрел, мне так было скучно. Я думаю, господи, это вообще никогда не изменится. Ничего там нельзя изменить. И мы вот... Какие есть, таки есть. И она это подтверждала. Она говорит, ну, все, типа, 12 лет тебе... Больше 12 лет, значит, психика уже и все. Неподвижная считает все. Крест на тебе. А на самом деле никакой крестов нет. Просто выбери по-другому, доделай. И все. Поэтому не считать... Вот ты ее шарашишь, если она узнает. Слушай, можно просто... Она не примет этого. Ну да. То есть проблема вот этих гиперпрофессионалов в том, что они как бы съели чужую информацию, поверили в нее, потратили на это время, и теперь они не могут от нее отказаться. Потому что ничего себе, я потратил 10 лет жизни, как я скажу, что это не работает. Да. Вот это она и есть. И не только у них, у всех там, кто не хочет меняться. Я что же не то делал, значит, я не такой. Или там, как это я так обманывался всю жизнь. Нет, это не может быть. Лучше я буду продолжать делать не то, но зато вот по-своему. Доказывай всем. И вот эту тему надо и убрать, да. То есть показать как раз в этом теме, что есть. И самое главное здесь, на что мы можем влиять, это действовать из классного состояния, из любви. Вот когда у нас внутри это есть, тогда человек видит, что тебе от него ничего не надо. Ты не пытаешься его переучить или переспорить, или что-то впарить. Ты просто говоришь, улыбаясь, что ну вот же, просто он такой, блин, точно. И вот тут он может сам выбрать, ну, послушать тебя, убрав эго, или не слушать. И ты просто говоришь, ты можешь слушать, можешь не слушать. Ну, вот и все. Я согласен, потому что, ну, на мой взгляд, в психологию идут люди, которых есть свои травмы психические. Идут, пытаются решить свою проблему, потом они как бы возводят себя как бы на пьедестал, и дальше они оценивают своих клиентов. То есть они уже заряжены, они из роли красавчика рассказывают как надо или пытаются себя как-то под какую-то норму перенести. У нас же другой процесс. Мы на программ, мы просто слушаем, видим как бы несостыковочки, начинаются объяснения, а я это там вот этим делал. Ну, как бы, а к сути, когда переводишь, то получается, человек не знает там, сколько это стоит, не знает, как это делать, но рассказывает, что он уже как будто бы все решил, все изучил, а по факту это как бы такое, как бы островок безопасности, на который он пытается опереться. И мы ему ничего не разрушаем, мы ему наоборот говорим, окей, это круто, но для этого нужно узнать вот это, вот это, вот это, вот это и начинать делать. Когда узнаешь вот это, вот это, когда начнем делать. И все, и человек уже как бы, у него и выстроен маршрут, а ты ему нужен, ты немножко его на этом маршруте как бы, я бы не сказал, за ручку провел, но, по крайней мере, подстраховал. Ну, либо махал там. Да. Так, Паш, как это все может влиять на доход для предпринимателей, для экспертов, то есть это же все не просто так там мы копаемся, да, а, ну, как ты видишь, либо для себя, либо для людей, как ты кому-то помогаешь? Напрямую, я вот, например, в моем случае, например, у меня там был синдром этого красавчика. И я, я не делал соцсети. Я считал, что, ну, как я буду там какие-нибудь видео делать в инстаграме, там, от себя, или снимать себя в видео, то есть, ну, я такой молодец, я такой директор, и тут я вот что-то руками делаю или там настройки. Мне казалось, что это, ну, ну, просто какая-то дичь. Я такого не должен себе позволять. Я же красавчик. А потом я понял, что мне, в принципе, все равно, как бы, так, ну, так, я просто делаю то, что делаю. В принципе, мне это достаточно, ну, приятно и нравится. И я стал открываться. Я стал делать эти видео. Значимость моя личная, то есть, я сам себя там возводил на какой-то, не знаю, дистал, что я прям супер-пупер какой-то человек и не могу ни права на ошибку, не имею ничего. И от этого очень тяжело живется. Вот у тебя много давления. И когда это все уходит, ты открываешься и ты начинаешь делать. Ты делаешь простые вещи. Ты выбираешь не бояться, что тебе подумают, как о тебе подумают. Ты начинаешь понимать, что это, в принципе, безразлично тебе. Какая разница, как то, что там подумает, как что там. Ты начинаешь зацикливаться, на самом деле, на себе настоящем. Не на вымышленном, какой-то классный там в своих фантазиях. А ты принимаешь себя какой-то на самом деле классный. Что ты делаешь? Ты собой доволен? И ты начинаешь расти. Значит, меня это привело к тому, что я стал больше открываться в соцсетях. И при этом у меня упал вот этот барьер общения с людьми. То есть раньше мне было сложно там пойти и с новыми заказчиками о чем-то поговорить и договориться. Но я испытывал стресс. Я все равно это делал. Но я это делал со стрессом. Это не доставляло мне удовольствия. Сейчас я просто как к себе домой хожу. То есть я пришел, поговорил, мы пообщались. Как бы я прихожу не что-то продать или что-то. Я прихожу помочь. То есть я так же общаюсь с ними, как вот ты учишь нас общаться со своими клиентами. И это приводит к результату. То есть вот за вот эти три месяца, с которыми все это началось, количество заказчиков у меня выросло вдвое. Для меня это много. Потому что до этого я считал, что я уже все. Некуда расти, заказчиков нет, ничего нет. А сейчас прям открылся как бы такой. Ну не могу сказать прям голубой-голубой океан, да? Но голубое озеро точно открылось передо мной. Но при этом это не то, что там реклама что-то больше стала. У тебя это состояние просто изменилось отношения. Никакой рекламы вообще нет. То есть я в принципе себя нигде не рекламирую. Я просто еду и договариваюсь. Я просто стал делать то, о чем я все время думал. Ну как бы за рутиной я вот забывал. А по факту я этого боялся. То есть я боялся, что я приеду, а мне скажут, да пошел ты. Или еще как-то занизит мою значимость, надавит на мое эго. Как же так? Я такой прекрасный. А сейчас как бы ну и что? А и дополнительный бонус к этому всему. То есть раньше, когда мне отказывали в чем-то, то я с этим соглашался. соглашался. Ну ладно. Ну нет и нет. А сейчас я начинаю ковыряться. А почему нет? А зачем? А как? А как сделать так, чтобы ты согласился? И иногда это просто прям меня удивляет. Какая-то мелочь, которой я даже не думал. Что может быть там человек хочет, чтобы я начал проект это делать на следующей неделе, а не через две недели. И для него это принципиально. Или он хочет денег. Он контрактор, ему нужно немножко там получить комиссию за эту работу. И все. И все становится ясно и понятно. Если ты не просто соглашаешься на нет, а типа только начинаются переговоры. Но чтобы это вот как бы принять и понять, мне пришлось вот именно перепрошить, наверное, мое восприятие с людьми. Не с роли «я красавчик, а вы все не очень», на роль, что мы все одинаковые. Что там у миллиардер этот человек, что человек, который там с рукой протянутый стоит, это тоже человек. Это просто выбор людей, так как они проживают. И возводить кого-то выше себя или себя выше других. Это всегда приводит к каким-то качелям. А если вы все равны, потому что мы все на самом деле равны, мы просто люди. И как бы мир без нас не остановится. никакой был на лигах, президент не был. Ну, мир как бы не застрянет на этом. Мы пойдем дальше. Поэтому в этом большая свобода и плечо силы. То есть ты можешь спокойно со всеми общаться. С точки зрения равенства ты хочешь людям помогать. Потому что ты начинаешь как бы... Ты хочешь, чтобы тебе помогли, и ты помогаешь другим. И вот в целом такое происходит. Интересное движение. Но тут еще одна важная вещь, что когда тебе отказывают, ну вот раньше, например, да, когда ты идешь, и тех, кто человек говорит, нет. И многие принимают на свой счет, что мне отказали. А по сути это такой эгоизм тоже, что тебе отказали. Кто ты такой, чтобы тебе отказывали? Человек отказывает по каким-то своим причинам. И ты вместо того, чтобы узнать и поинтересоваться, что у человека внутри, и почему он отказал? Так же с любовью. Ты такой в себе загоняешься, ой, мне отказали. Ну не хочешь и не надо. Ты многое потеряешь. Да, многое потеряешь. Сам виноват. А по сути надо понять, что это не тебе отказывают. А человек просто не услышал то, что ему важно. Единственное, что надо сделать для продажи, чтобы она состоялась, надо спросить, нормально? Да, хорошо. То есть нет, все начинается. Скажи, а как ты хочешь? Как бы тебе было выгодно? И тут он очень сильно вдохновится, потому что кто-то хоть раз в жизни из продавцов спросил, что ему надо, а не стал презентовать свой супертовар. Что тебе надо, дорогой? Как тебе я могу быть полезен? Он говорит, мне вот то-то, то-то, там деньги или что-то еще надо. Говорит, вот так, там прямо или косвенно, но он начнет открываться, когда ты ему задашь простой вопрос. Хорошо, нет, а как хочешь. И вот до этого многие не доходят. 90% людей не доходят, и поэтому ходят без денег и удрученные, что как будто с ними что-то не так. И это можно, поняв просто мыслью своей, просто начать это делать. А потом, когда получится один, два, три раза, такой, блин, все, я понял, и дальше уже можно это рассказывать, передавать, помогать другим людям, то же самое делать. И все это вытекает опять из этого конфликта социального. Человек думает, что о том, подумают, и автоматически он начинает придумывать, что другие думают. И приходит с готовой моделью. Вот тебе вот это, вот это, вот это, бери. Я знаю точно, ты хочешь. Ах, ты не хочешь. Ну, как ты можешь не хотеть? Я же уже себе так придумал. Значит, что-то со мной какая-то беда. То есть, ну, вот этот высокий потенциал важности. Еще я заметил, ну, может быть, это неправильно, но так оно есть. Вот я живу в Америке уже там пять лет. Я заметил, что это очень сильно присуще именно русским людям. Даже по советскому пространству. По какой-то причине у нас есть такая мысль, и она довольно корневая. А каждый считает себя полностью уникальным человеком. Неповторимым. То есть, ну, вот у нас это прям звенящая идея. Мы друг друга не поддерживаем, потому что мы каждый уникальны. Вот в Америке немного другая ситуация. Они как бы относятся ко всему спокойно. Им в целом, как бы, они расслаблены. Наверное, есть тоже часть людей, которые считают себя уникальными и классными. Какая-то такая внутренняя борьба всегда идет. Что-то вот надо кому-то себе или себе или кому-то что-то. Обычная жизнь этих людей крайне тяжелая. То есть, люди вот, я работаю там с дверьми, я работаю в премиум-сегменте. Там миллионеры всякие, миллиардеры, они строят дома. Я им ставлю там очень дорогую продукцию. И вот эти люди, они на самом деле нереально открытые и спокойные. Ты редко можешь понять, что это вообще владелец дома. Ты думаешь, какой-то обслуживающий персонал пришел, что-то еще там. И потом оказывается, что нет, это вот он. У него там яхты, заводы, пароходы. А он с тобой общается, как будто, я не знаю, как будто это твой монтажник. Они даже готовы помогать. Они иногда помогают моим монтажникам. Дверь куда-то подвинутся. Абсолютно открытые и спокойные люди. Не такими, какими мы представляем их себе. Золотой унитаз, мигалки и так далее. Нет. Слушай, это, кстати, очень крутая тема, потому что многие хотят быть миллионерами, но они себе напридумывали, кто такой вообще миллионер. Вообще какую-то в картинку там своя в голове. И от этого они вообще идут даже не в ту сторону, не в том направлении, что вообще не в этом дело. А как ты говоришь, да, именно открытые и свободные, спокойные люди в классном состоянии и со своими финансами. Нежели как многие представляют, что он обязательно там какой-то особенный должен быть. В итоге даже идут не туда. Да, это правда. То есть, опять же, они начинают не оттуда. То есть, круто начинать с конца. Реально посмотреть, кто это, что это. Может, тебе вообще это не понравится, на самом деле. И уже потом только двигаться. Это такие простые истины, но, к сожалению, из-за нашего постоянного эгоизма, наверное, и вот этой самооценки, которая требует какой-то подпитки, мы забываем про это, что можно как бы склонить голову, поклониться нам и сказать, давайте я у вас поучусь, я на вас посмотрю и вообще пойму, надо мне это или нет. Ну и при этом я замечаю... Посмотреть это со стороны можно, получается, да? Вот ты сказал, что ты сейчас кому-то помогаешь там или как-то собираешься. Вот, ну, расскажи немножко про это, да, и потом про дома поговорим, как что-то хочешь. Хорошо. Ну вот с точки зрения помощи, какую я бы хотел оказывать вообще, с точки зрения коучинга и так далее. Мне, в принципе, интересно людям помогать, но именно в стране бизнес. То есть, так как я вообще этим болею, там, инвестиции, бизнес, то есть, это мой, наверное, первостепенный интерес в жизни. Ну, и это давно. То у меня есть какой-то багаж информации, который использую я, наверное, процентов на 5, и как бы 95% знаний и опыта, они не используются. И я бы хотел опять, ну, может быть, с меньшим корыстным интересом к карме помогать другим людям открываться, да? И тем самым помогать и себе. Но я это хочу делать... Как бы у меня... За это нужно необходимо брать деньги. То есть, раньше я не понимал твоих бизнесменов и так далее. Что за фигня? Вот ты типа миллиардер, ты берешь какие-то там деньги. Зачем? На себе я понял. Когда это бесплатно, то есть, я не плачу, я к этому отношусь довольно холодно. То есть, мне ну, типа, фигня какая-то. А когда ты заплатил, ну, и если сумма для тебя хоть какая-то значимая, ну, ты начинаешь брать. Ну, ты же заплатил, значит, тебе нужно взять. Поэтому вопрос с оплатой, как бы, ну, я готов бесплатно помогать. Вопрос к людям, будет ли это им пользу приносить. А если им эту пользу не будут приносить, тогда, как бы, мне это не нужно. То есть, моя основная задача именно принести пользу. Поэтому, в принципе, я хочу консультировать по бизнесу, помогать людям достигать результата и тем самым самому также в своих бизнесах достигать своих результатов. И вообще, в идеале, конечно, это построить свое комьюнити предпринимателей и людей свободомыслящих и двигающихся. Ну, наверное, с похожими, наверное, даже тематиками мне было бы интересно. В принципе, выстроить такой большой комьюнити, потому что хотелось бы, на самом деле, построить большое. Которые тоже дома хотят строить, а это большой бизнес, там всех соединяют. Да, и то есть, вот так вот есть, ну, такой огромный конгломерат можно компаний построить по всему миру и как бы делиться друг с другом опытом, и, ну, это может быть... Это круто. Серьезная, крутая организация. Да, да. И тогда получается, вот единственное, что ты сказал, я бы хотел только по бизнесу, а вот почему ты разделяешь эти все-таки темы, это интересно. Ты говоришь, мне помогают, реально, тебе помогают в общении вот эти вот навыки, что ты сам продвинулся, а почему ты людям не хочешь эти навыки тоже передавать, открывать? Людям ты имеешь в виду... Предпринимать. Ну, ты просто сказал сейчас, может быть, я не так понял, но ты сказал, что я бы хотел именно по бизнесу помогать, но помощь по бизнесу, она же не только в помощи по бизнесу, а сам ты сейчас, перед идущие 20 минут говорил о том, как ты сам раскрылся, проявляешься и как твои внутренние качества помогают тебе в бизнесе. Ну, видимо, я не так высказал свою идею, потому что, в принципе, я это имею в виду. То есть, я имею в виду бизнес комьюнити. То есть, не бизнес бизнесу помогать, а именно человек к человеку, но не просто человек к человеку, который... Ну, как я могу доктору помочь? Ну, наверное, могу. Опять же, я увижу какие-то его ограничивающие страхи. Ну, я понял, да. Именно целенаправленно твоя целевая аудитория – это предприниматель. Но помогаешь ты им с помощью твоих вот 95%, которые ты не используешь, и 5%, которые ты используешь, плюс те навыки, которые тебе именно помогли, чтобы стать человеком, который... Да, я делюсь своим опытом и своими, как бы, откровениями о жизни. Вот, это круто. Я развиваюсь, опять же, сам в плане открытости. То есть, вот эти, там, успех любит тишину, не говори, сглазишь и так далее. Это же сильно на нас давит. Да. И очень много людей именно живут именно такими паттернами. А почему они это делают? Ну, потому что так сказали. А кому так сказали? А почему? Ну, как бы, не непонятно. А кто? Да, кто. Ну, ты, как бы, чем сильнее в это веришь, тем, как бы, тем лучше это работает. Но, на мой взгляд, гораздо класснее, ну, интереснее жить открыто, ничего не боясь, помогать людям и иметь какие-то классные результаты. Нежели чем бояться всего вокруг, иметь классные результаты, бояться за эти результаты и так вот в этом всковывающем страхе прожить всю жизнь. Ну, оно того не стоит. Хорошо. Ну, вот если взять систему, которую мы обсуждали, да, ты по ней хочешь идти? Как вот ты, вот, как ты хочешь начать делиться? Сейчас, Людм, у тебя план какой-то есть, Созарел? Ну, мой план делиться именно по твоей системе, потому что иной системы я не видел в целом, более компактной. Ну, вот из нее как у тебя идет сейчас? Какие задачи, там цели и как у тебя стоит? Какая идея? Как это начать? Ну, я уже начал. Ну, скажи, что делаешь сейчас? Моя основная идея, мой вообще старт, рассказать о себе, рассказать где с экспертом. Поэтому я предложил как бы основному эксперту своей технологии, тебе записать со мной подкаст, чтобы презентовать себя. Отлично. Вот мы сейчас презентуем себя. Смотри, я сейчас выложу это там на наш канал, ты можешь выложить, там, расшарить там в группы, например, да, в которых мы. Вот. И что вот люди смотрят прямо сейчас на тебя, что ты хочешь им сказать или пригласить куда-то или что? Ну, то есть, давай оффер, короче, свой. Я приглашаю всех, кому вообще отзывается мой опыт, людей, которые чувствуют вот этот гиперэго, которое не позволяет им открываться с другими людьми, или они закрыты вообще социально, но они чувствуют дискомфорт и хотят от этого избавиться, открыться, так же спокойно, как я, там, предлагать пообщаться, записать подкаст, прийти к заказчикам, начать что-то новое, принять себя и не переживать насчет взглядов других людей, а просто принимать, что они другие, это их взгляды, и они имеют на это право, но тебя это никак не трогает, то я могу проводить для вас разборы, и мы выявим с вами, вот, может быть, такие же ограничения, как у меня были, может быть, чуть-чуть другие ограничения, и мы подберем для вас, как это можно решить быстро, не в какой-то долгий срок и так далее, а четко по методике, и вы сделаете сами выбор, по крайней мере, у вас уже будет открытый выбор, вы поймете, где вы находитесь, куда вы хотите идти, и уже сделаете выбор, у вас есть инструментарий, вы можете это сделать, или вы отказываетесь, и это тот же ваш выбор, это нормально, то есть тут подготовка. Это у тебя бесплатный разбор? Да, это будет бесплатный разбор. То есть можно прийти, предпринимать, кого ты хочешь видеть, ну, каких людей, предпринимателей, там, экспертов или кого? Я хочу видеть предпринимателей, предпринимателей, которые хотят расти, уже уперлись в какую-то вот точку, вот эта точка довольно тяжелая, то есть им приходится довольно много тратить энергии, физически, эмоционально, и они хотят легкости, они хотят добавить легкости. То есть сейчас вот ко мне наконец стала приходить легкость. Ну, видно, да, ты так классно. У меня такое, что, боже, я опять просыпаюсь, это утро, еще один день, все то же самое, как день сурка. Наоборот, я уже ложусь, я думаю, так поскорее бы проснуться, потому что очень много интересного нового. То есть мир как будто заново заиграл. Но это круто, это крутые ощущения, то есть ты снова жаден до жизни, это классно. И я готов этим делиться, я хочу этим делиться. Потому что мне нравится это ощущение, я хочу его продлить. Поэтому я лучше его буду шерить среди всех. Это опять такой некого рода эгоизм, но это так, как оно есть. Полезный, полезный. В данном случае он полезный, потому что чтобы себе продлить ощущения, ты и другим тоже дашь. Я откровенно говорю, что я опять делаю это из призмы себя. То есть тут основной интерес мой. Я хочу развивать свой бизнес, я не хочу быть там только там наставником, тренером или еще что-то. Я просто хочу развиваться сам, чувствовать это состояние, потому что помогая людям, раньше этого не замечал, а сейчас вот я прям четко вижу, насколько уровень энергии твой растет. И это потрясающе интересная штука. И ну почему нет? Как бы если есть такой способ круто прогрессировать, чувствовать себя замечательно и другим людям помогать? Ну что еще нужно? Слушай, супер, супер. Отлично. Давай, да, ты предложил как раз записать. Время от времени можем там записывать раз-то в недельку-две, когда у тебя будет что-то новенькое, ты мне пиши, мы с тобой будем связываться. И ты будешь рассказывать, да? А сейчас кто смотрит, приходите обязательно к Павлу. Можно будет зарядиться его энергией, особенно предприниматель, особенно кто там потолок какой-то свой нашел уже и хочет его перескочить. А у Павла реальный там бизнес в США, с переездом можно, да? То есть ты напишешь под этим видео, в чем ты можешь с какими запросами помочь. Ну именно, я думаю, чтобы мы сейчас не перечисляли. И у Павла твердый бизнес, он сколько это? 30 тысяч долларов, да, зарабатываешь? Вот. Вот. Ну 30-40. То есть это 3-4 миллиона получается на наш. То есть каждый месяц получается с небольшой командой, переехав из России в США, вот получилось все выстроить. Я вообще пошел, ну я до своих вот этих... Я не могу сказать, что это какие-то космические значения. Не, но это хорошие деньги. Ты чувствуешь себя уверенно. Ты показывал свою этот самый балкончик, там где-то там квартира у тебя есть. Ну прикольно вот эти вещи, то что, ну артефакты некие, да, которые существуют. Вот. Это тоже показываю, потому что многие люди как раз таки... И ты это делаешь, вот сейчас ты рассказываешь, не натурно, а именно ты уже дошел до того, что в классном состоянии хочешь делиться. А это говорит о том, значит, что у тебя в избытке это есть, потому что люди чаще всего, ну типа нет, я для себя, для себя, для себя, а ты уже дошел дальше. И именно это есть подтверждение, что у тебя все окей, что ты хочешь делиться, распространять. Ну я и хочу и делиться, я и хочу и расти, то есть я этого не скрываю. А давай вот куда хочешь расти теперь, в точку С. Ну то есть что было видение, да? Это видение, расскажи про дома. Хорошо. Моя точка С, я хочу строить дома, потому что я постоянно как бы связан с красивыми домами, я чувствую, как мой уровень энергии поднимается. Когда я вот приходил в новый построенный красивый дом, я чувствую, я прям ощущаю, что это вот мое, мне необходимо этим заниматься. А как ты хочешь, как ты видишь вот с этими домами? Ну то есть что это будет? Ты будешь строить целиком для заказчиков, для подрядчиков? Как вот есть какое-то понимание? Я буду строить однозначно не под заказчиков, потому что это крайне сложно. У человека меняется настроение, он постоянно переписывает. То есть под себя как девелопера, да, строишь? Да, я планирую это делать именно как development-investment. То есть вот на твоем этом обучении у меня прям в первый же день пришло такое как бы мультиплай идея объединить все сразу. То есть мой путь с эмиграцией, Америкой и строительством. То есть есть такая возможность, я ее не прорабатывал на данный момент, но я знаю, что существуют такие строительные компании, которые предлагают, есть возможность попадать в Америку, это грин-карты, там виза или грин-карты. И грин-карты, есть лотерея, есть инвесторская грин-карта. И самое как бы сложно в этой инвесторской грин-карте выбрать правильный проект, чтобы твои деньги в итоге как тебе вернулись и грин-карта осталась. И самым таким классным способом, на мой взгляд, и гарантированным является работа с недвижимостью. Как это выглядит? То есть строится дом, ты как инвестор вкладываешься в этот дом, но дом не там не под одного человека, а многоквартирный дом, то есть большой проект достаточно. Люди вкладывают в это деньги на 2-3 года, им этот же подрядчик, который строит, он это все документооборот делает, чтобы человек мог это сделать, там все это через адвокатов решается. Он инвестирует, и ты, получается, я могу оказывать двойную пользу. То есть я могу людям помогать с грин-карты, у них открывается возможность жить в США, когда они хотят. Они получают, в конце они получают эту недвижимость. То есть они могут вот эти деньги, которые они вкладывали в строительство, они удерживаются на какой-то период времени. Но в итоге они эти деньги могут реинвестировать в квартиру в этом же билдинге. То есть ты, грубо говоря, просто покупаешь недвижимость, это растягивается не на год, не на полгода сделка быстрая, когда хочешь квартиру, купил, растягивается на какое-то время, но ты бонусом имеешь возможность жить в США, если тебе это вообще откликается. Это вот такой глобальный план. Я бы не назвал точкой B, я бы назвал это точкой C. Да, точка B это все же строить дома. Дома такого формата, то есть это будут и новые дома, и есть такое понятие, как flip houses. То есть ты покупаешь дом и делаешь. Мы такое делали, кстати, реновацию. Мы в Европе делали, в Испании делали, во Франции делали, в Великобритании делали, в США мы, кстати, тоже удаленно, дизайнерам будет тоже полезно, и мы даже отправляли материалы отсюда контейнером, там через логистическую компанию, потому что некоторые позиции, некоторые вещи проще, там, допустим, в России и Белоруссии сделать, допустим, там деревянные изделия, и отправить целиком готовые по обмерам. Это все делается, сейчас это не высшая математика, все это онлайн делается удаленно, все есть для этого. То есть абсолютно нужно просто соединить разные вещи и позволить себе возглавить это дело. И вот я могу сказать, что эта штука точно востребована, потому что у нас были заказчики, у них был, ну и мы два дома строили, один дом я строил на продажу в Нью-Йорке, а второй, его, кстати, продали сразу на картинках, он под продажу строился, это выгодно. И второй дом мы строили в Вашингтоне, да, по-моему, в Вашингтоне. И там была реновация тоже достаточно сложная, мы взаимодействовали с местными архитекторами, и там мы сделали визуализацию красивой картинки, и наш заказчик-клиент, он показывал своим друзьям вообще то, что мы нарисовали для него, и они вообще не верили. То есть они говорили, ну, у нас так не делают, то есть у нас, ну, просто там чертежи и все, а у него уже было готовое. И вот этот вот вау-эффект, они думали, что он вообще миллионер, потому что у них такие, такого уровня проекта, которые могут обеспечить нам наши дизайнеры, там, Россия, ну, которые есть в Казахстане, например, да, Белоруссии, Украины, могут обеспечить именно статус, да, то есть очень крутой дизайн, и по этому статусу клиенты тоже кайфуют, что они такие, о, чувствуют себя классно. И это сарафанное радио, поэтому я думаю, что твоя тема с домами, она именно может очень классно сработать в мульте такой, именно вот твои консультации, которые ты проводишь, если ты реально хочешь помогать человеку, ты сразу же себе подмечаешь, о, эти ребята прикольные, эти тоже классные, и смотришь, как это может соединить. То есть ты им помогаешь, и сам еще на осмотренность получаешь, как ты можешь это все соединить, потому что в итоге это... такой коллаборации работает. Да, я могу, в принципе, им открывать, как бы, американский рынок. Да. То есть очень, когда я ввел бизнес в России, для меня это было что-то там, где-то непонятно, неизвестно, очень маржинально и интересно, но не моя история. А то, что ты говоришь про контейнеры и так далее, это тоже часть моего плана. То есть, в принципе, я хочу строить определенного проекта дома, то есть план такой, что мне нужно отрисовать с дизайнером, классный проект, и дальше с этим же проектом я буду строить не на свои деньги, я буду, я подберу себе инвесторов, которые хотят, либо они хотят себе конкретно этот проект, либо они готовы вложиться под продажу, и я буду таким образом строить. Ну, это, на самом деле, очень интересно. Но вот это уже можно делать, потому что ты находишь... Я уже начинаю это делать. Дальше смотри, ты делаешь дом прикольный с архитектором, который там будет, потом ты его строишь им на коробку, потом берешь 3D-сканер, это все сканируешь, например, очень точно, и потом ты можешь заказать именно внутрянку интерьера полностью, там, если будет какой-то классный дорогой дизайн, можно его заказать, да, здесь, там, в Беларуси классные ребята делают, очень недорого, и тогда ты берешь контейнер, отправляешь, и уже как конструктор там собираешь. Так в Сингапуре тоже там ресторан делали, ну, вернее, я знаю, как ребята делали, они рассказывали, они полностью 3D-сканер делали, полностью, ну, выпиливали, получается, на производстве, и потом как конструктор просто отправляют. Это супердешево, и супер, ну, получается, цена-качество, ну, не то, что супердешево, но цена-качество, это просто запредельное, ты никогда не добьешься, ну, на местности такого уровня. Абсолютно, потому что вообще американский рынок, он очень обширный, но большая часть предложения для американцев просто, чтобы было, и очень много людей со вкусом, но они просто даже не могут найти, потому что люди, производители, которые здесь на месте что-то производят, они реально загружены, там, очередь годами стоит, чтобы что-то получить. Дорого. Давай такое делать. Я готов делать. Хорошо, супер, давай тогда финишировать, чтобы у нас из тайминга не уходило, да, сегодняшняя наша встреча, мы с тобой еще встретимся. Еще раз, да, подытоживая, да, Павел принял себя, научился вести бизнес в США и помогает передать эти навыки открытости, такой какой-то честности, спокойствия и навыка предпринимательства настоящего, как бизнесмен. Он готов помогать людям, то есть вам, кто нас сейчас слушает, будь вы эксперт, либо вы предприниматель, если хотите спокойно, легко вам продвигаться, то обязательно будет под этим видео ссылочка, пишите Павлу и можете пообщаться. Павел, и ты теперь тогда скажи завершающее. Ребят, буду рад всем помочь, я теперь супер открытый человек, в любом случае из нашего консультации будет польза и вам, и мне, поэтому пишите, действительно, чем могу, помогу, а могу помочь, собственно, многим. Поэтому давайте буду рад новым знакомствам, может быть, мы друг другу пригодимся, и на самом деле уже этот строительный большой холдинг уже получится строить уже прямо здесь, сейчас. Да, может быть, вместе с вами. Супер, тогда под этим видео в комментариях напишите либо вопросы к Павлу, либо пожелайте ему удачи, и, Паш, мы с тобой тогда встретимся, когда будет у тебя новости какие-то, ты мне тоже набирай, скажи, что вот, давай дальше обсуждать что-то интересное, будем двигаться дальше к успеху. Договорились, договорились, супер, спасибо, Стас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok